Встречи, неизменно дорожим дружескими отношениями с Республикой Армения. Не так давно виделись с вами в Дели на полях международной конференции. Диалог Россина поговорили, я бы сказал, на ходу, но достаточно конкретно, и условились более подробный разговор провести при очередной полноформатной встрече. Рады вас приветствовать в Москве. Отмечаем продолжающийся интенсивный политический диалог между нашими лидерами, в том числе и в рамках мероприятий, которые проводятся по линии Евразийского экономического союза, ДКБ, Содружества независимых государств. В мае этого года в Москве состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета и, конечно, наше ведомство будут вносить вклад в его подготовку вместе с министерствами экономического блока. На данный момент мы являемся ведущим торговым партнером, ведущим инвестором в экономику Армении. Прошлый год стал рекордным. Торговля практически удвоилась, достигнув почти 5 миллиардов долларов. Мы пока еще в долларах считаем, но это временно. Все это помогло, конечно, вашей стране обеспечить рекордный рост внутреннего валового продукта, более чем на 10,5% рост деловой активности. Наши компании также являются лидерами по отчислениям в бюджет Республики Армения, по созданию рабочих мест. Активно работает межправительственная комиссия на уровне вице-премьеров Аверчука и Григоряна. Ну и, конечно, мы заинтересованы в укреплении единого образовательного, научного, языкового пространства, готовы совместно работать над тем, чтобы создавать и продвигать гуманитарные связи, общение между нашими регионами. Ну и, конечно, одна из важных тем наших сегодняшних переговоров – это сотрудничество на евразийском пространстве, на ОДКБ, СНГ, Евразийский экономический союз, взаимодействие на многосторонних площадках, в том числе в ООН и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Конечно, мы значительное внимание уделим. Мы, собственно, с вами начали уже эту беседу. Уделим вопросам региональной безопасности. Это одна из первоочередных задач урегулирования ситуации вокруг Лачинского коридора и в целом ситуации вокруг Карабаха. У нас нет сомнений, что трехсторонние заявления руководителей Армении, Азербайджана и Российской Федерации остаются ключом к реализации всех решений в интересах обеспечения стабилизации обстановки и в сфере экономической, и в сфере военно-политической, и в международно-правовой. Будем готовы, как и записано в трехсторонних заявлениях, оказывать всяческое содействие разблокированию транспортных коммуникаций, делимитации армяно-азербайджанской границы и согласованию параметров мирного договора. В общем, насыщенная у нас повестка дня. Еще раз добро пожаловать.